Детские хоккейные команды Готовы им помочь. Недавно у Арктики появилась материальная поддержка со стороны компании «Пролинк». Можно в части организации выездов на гостевые игры взять, например, компании «Пролинк» расходы по транспортным издержкам. Естественно, дальше будет больше. Самым результативным игрокам мы обязательно презентуем хлюшки, шлемы. Лишь бы ребята были увлечены и стремились к высоким достижениям. Ребята рады помощи и стараются не подвести. Так в матче против «Электростальского кристалла» они были настроены только на победу. Перед началом игры опытные тренеры обеих команд дали необходимое наставление своим юным спортсменам. В каждом игровом моменте мы должны отрабатывать от начала до конца. Помним то, что моменты непрерывно возникают на всей площадке каждую секунду. Если из одного звена один игрок выключился и что-то не делает, просто катается, это значит, что у нас минус один. В начале игры удача была на стороне гостей. В первом периоде они забросили пять шайб в ворота видновчан и почувствовали себя на льду уверенно. Однако хозяева не ушли в глухую оборону, а наоборот создавали опасные моменты, стремились догнать соперника. Но им не хватало завершающего броска. Это хоккей, здесь все решается за доли в секунду. Скоростно-силовая игра, где быстро бегают и сильно бьют. В перерыве тренер Александр Серегин собрал ребят в раздевалке, нашел нужные слова и уже на льду сделал несколько позиционных замен. Изменения дали положительный результат. Ребята сравняли счет. Но соперники не думали отступать и снова забрасывали шайбы одну за другой точно в ворота хозяев. Игра получилась очень захватывающей. Били булиты, ломались клюшки, были удаления и, конечно, много забитых шайб. Но, к сожалению, Арктике так и не удалось догнать кристалл. Матч закончился со счетом 8-5 в пользу гостей. Анастасия Воронина, Владимир Бижонов, Елена Кошлева. Видное ТВ. Анастасия Воронина.